Ребята, всех приветствую! Сегодня замена нижней лапы на автомобиле Mitsubishi Lancer 9. Эта вот лапа вот здесь, в этом месте, вот здесь разбила резинку. Болтается всё. Вот эта вот резиночка полетела. Надо вот поменять. Саленблок, наверное, здесь похоже. Буду менять. Покажу как. Здесь надо разобрать полностью. Вот эти две гайки открутить. Дальше. Наконечник открутить. Здесь вот тут вот открутить шару, наконечник, вот эту гайку. Вот эту открутить. Ну, соответственно, здесь снизу вот этот болт. И здесь вот этот вот болт. в принципе, всё должно сняться. Буду пробовать. Всё, распотрошил. Так. Здесь можно было бы, конечно, даже вот эту вот цепку поворотную даже можно было бы не откручивать. Вот два болта. Здесь она крепится. Но я всё равно буду подшипник менять. Подшипник у каёк. Он шумит. Надо будет убирать. Поэтому я её всю снял. А так, я думаю, даже можно бы, если где-то на яме поудобнее, можно бы даже не снимать. Всё оставить. Только вот здесь вот открутил и всё. Но остаётся мне вот здесь так и два болта. Один вон там и один вон там. Не знаю, как они, конечно, откручиваются, эти болты, потому что наверняка сто лет не откручивались. Но буду сейчас пробовать. Посмотрю, что будет получаться. Так, ребята, результат. Вот я её снял. Пожалуйста. Вся проблема, ребята, вот из-за этой резиночки. Вот эта вот болтанка здесь. Вот. Значит, что могу сказать? Открутилась, в принципе, не так уж и сложно. Здесь вот болтик стоял покороче. А вот здесь вот болтик стоял подлиннее. Болтики, в принципе, смазанные. Но есть такое ощущение, что не очень давно её здесь и откручивали. Скажем так. Ну, сейчас буду ставить новую по-любому. Без заморочки. Новая есть. Новую поставлю. А здесь, конечно, потом можем посмотреть. Ох, это же ещё сменится. В общем, там дальнейшее видно будет. Ещё, ребята, хочу вам рассказать про стабилизатор. Вот этот вот стабилизатор. И вот там стоит вот такой красивый болт с такими вот втулками. И вот эта вот конструкция немножко, как бы сказать, недоработана, что ли. В общем, она получается, вот шайба, вот она, она со временем прям налазит на эту втулку. Вот как с этой стороны. Вот она прям налезла на втулку и всё. И уже упора нету, резинка не упирается в шайбу и он начинает болтаться и греметь и всё такое. Как можно отремонтировать? Да очень просто. Вот сюда шапочку подложить потолще, чтобы только она налазила плотно на болт. Что с этой стороны, что с этой стороны. И всё, и будет дальше работать. Можно, в принципе, ещё по-другому отремонтировать. Можно вот эту вот втулку выбросить совсем и вместо этой втулки ещё бахнуть вот такие пару резинок. И вообще заморачивания никакой не будет. В принципе, так. А здесь, ребята, сейчас при сборке обязательно болты опять помажу, смажу, солидолу напихаю на болты сюда, сюда, везде, чтобы побольше солидола было, чтобы ничего не заржавело. И буду всё сейчас скручивать назад. И так, ребята, всё, я его поставил на место. В общем, я вот так сделал. Без всяких втулок, без всяких шайб, резиночек, пару штук ещё бросил. В общем, нашёл у себя какие-то, не знаю с чего. Можно такие же родные поставить ещё парочку. И вообще никаких проблем. Главное, шайбы не гремят, не бремчат. Всё супер, всё работает. Ну, в принципе, всё. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока.